ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Издание «За рулем» сообщило о массовом отзыве «Лада Ларгус» 2017-2018 годов выпуска, хотя соответствующую информацию «Росстандартс» не публиковал, по крайней мере, до вечера 7 декабря. Причиной объявления сервисной кампании называется возможное перетирание топливопровода в моторном отсеке и, как следствие, вероятная утечка бензина. Владельцам «Ларгус» указанных годов выпуска рекомендуют проверить свой автомобиль по ВИН-коду на сайте «Росстандарта». ТРАССА СТО ОДИН Примерно каждое четвертое ДТП случается из-за того, что водитель отвлекся. Об этом заявили немецкие специалисты. Они провели опрос автомобилистов и выяснили основные отвлекающие факторы. На первом месте оказались слишком бурные дискуссии с пассажирами. На втором – громкая музыка или аудиокнига. Далее – плохая погода. Смартфон угодил где-то в середину списка. И неудивительно, за его использование за рулем в Германии грозят большие штрафы. ТРАССА СТО ОДИН В сети то и дело появляются новые снимки, демонстрирующие неуемные стремления автомобильных дилеров заработать. Шедевр последних дней – список дополнительного оборудования на 800 тысяч рублей к автомобилю «Шкода Кодиак». Точное местонахождение салона не сообщается. Оцените – диски за 240 тысяч рублей, детское кресло за 70 тысяч, молдинги за ту же сумму. И, внимание, горный велосипед стоимостью 100 тысяч рублей. О да, каждый из нас при покупке нового авто хотел бы еще приобрести и велик. Вдруг обсохнешь или все шины разом спустят. ТРАССА СТО ОДИН Как бы ни критиковали АвтоВАЗ, а его продукция является наиболее востребованной в нашей стране на протяжении последних 20 лет. Исследование провело агентство «Автостат». В 2001 году, по его данным, самой продаваемой новой легковушкой в России была «Вазовская классика». Спустя 10 лет в 2011-м – «Лада Калина». Ну а теперь – «Лада Гранта». Правда, бороться с конкурентами, в первую очередь с «Солярис» и «Рио» волжскому автозаводу становится все сложнее. В 2016-м и 2017-м годах корейцы были безоговорочными лидерами. ТРАССА СТО ОДИН А компания «Рено» раскрыла название своего нового кроссовера. Вот только, как его правильно произнести по-русски, то ли «Аустрал», то ли «Астрал», то ли «Астрал». О машине, которую начнут продавать в Европе весной 2022 года, известно немного. Длина – 4,5 метра, моторы – малолитражные, бензиновые. Возможно, будет гибрид. Ну, пожалуй, с появлением модели фраза «Ушел в астрал» заиграет новыми красками. Она будет значить и то, что человек просто присел отдохнуть в автомобиль. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН